То есть, короче, сам принцип, что если ненавидишь неграм, воплощаешься неграм, он не настолько вот буквален, если разбираться. Ну, такая тенденция и есть, если человек, к примеру, смотрит... Ну, так что ж тогда я неправильно сказал, что есть такая тенденция? Ну, есть такая, да? Так я так и сказала. Ну, нет, но это не факт, что так и случится. Ну, может, не всегда, но, по-моему, в ближайшиеся выпадки могут быть. Ну, в большей части вопросов. Это вот как с тем чайником, который сам по себе вскипает. Гипотетически, можно представить, что даже математически высчитать, почему один чайник из миллиардов должен сам по себе закипаться. Потому что по теории вероятности должно происходить все, что только может происходить. Так же ж? А если чайников миллионы на Земле, миллиарды, и все не вскипают, то хоть один, но сам по себе, ну, точно должен вскипеть. Но этого нету. Нет. Хоть по теории вероятности, если чисто вот декларативно это воспринимать, то вроде как должен вскипеть. Ну, вы же говорили о каком выпадке вскипеть. Ну, это чуть другое уже. А то не точно вскипеть. Что? То не точно вскипеть. Ну да. Тогда все вскипет. Тогда вся планета вскипет. И внутренние планеты Солнечной системы вскипят. И жар Солнца даже Нибиру опалит. Если они поломают свой планетарный щит, то и Нибиру вскипит. И Юпитер газовую оболочку потеряет. А Европа, не наш континент, а спутник Юпитера, она точно вскипит вся, как один большой чайник. Так что, как бы. Ну, или даже вот возьмем Аум Ар-Асию. Сколько в ней буквиц? 64. И знаки. Никак? Нет. А? В ней куча буквиц. Такая куча, что я не знаю, сколько в ней буквиц. Я не знаю ни одного человека, который знает, сколько в ней буквиц. А звезды это число 64? Потому что это основные, это классическое. Ну, так доброе, значит, я так хотела сказать. Я знаю, что там шеет над ковидом. Но даже и здесь уже не все в порядке. Потому что у каждой из 64 есть по несколько подчиненных. Ну, это тоже, когда едина начинает учиться и разбираться. А там еще и неофициальные валяются. А есть еще системы придания аризации, циизации, кизации и эсирования. Ну, это для меня еще... И ряда других способов. Я знаю, что с знаками разными, так? Да. То есть, то, что в Аум Арасии 64 буквицы, это некая абстрактная, скорее, идея. Ну, вот, как вы завжди говорите, что... А это вот как с Землей. Вот Земля круглая, ну, вообще-то, не капельки. Земля очень неоднородная. Ну, в принципе, круглая. Ну, относительно. Вот так же, как здесь 64, так же Земля и круглая. Ну, кругом у вас где информация за 64, а это же... Нет, так и Земля круглая, я же с этим не спорю. Ну, если мы этот шар будем рассматривать, то окажется, что шар не шар вообще-то. А на шаре есть выступы, на шаре есть впадины и так дальше. Ну, около шара, скажем так. Так и в Аум Арасии основных 64. Так и ещё много примеров, можно дальше пойти. Вот идея тех же самых ситхов в «Звёздных войнах». Ну, в фильмах. Я сразу не знаю, прощу. Там, как говорится, что ситхов должно быть всегда двое. Но их никогда не было двое. Их всегда... Сначала их было трое. Потом двух одних прибили. Вернее, одного окончательно вроде как прибили. А другой выжил. Потом появился третий. У него, у этого графа была сначала одна ученица, потом ещё второй ученик. И, короче, если... А потом ещё генерал Гривус. И если вот так считать, то их никогда не было двое. Их постоянно была куча. И если мы атомы берём... Атом вообще называется неделимый. И самая мельчайшая частица материи. Ну, не капельки. Потому что он делимый, и в нём есть ещё более мелкие. Но по отношению к нашему уровню материальности, да, он как бы самый маленький из тех, с которыми на вполне материальном уровне мы можем взаимодействовать. А дальше уже идёт более тонкоматериальный срез. Земля вращается вокруг Солнца? Ну, как бы тоже вроде как да. А вообще-то нет. Вместе они вращаются вокруг галактического центра. Но при этом Земля вокруг Солнца всё-таки ещё и вращается. Поэтому, видите, то есть какие-то декларативные такие идеи, они часто очень обобщённые, и поэтому очень неточные. И когда мы их приближаем, оказывается, что там есть много всяких своих нюансов. Понятна эта идея? Понятно, что в АОМА расе на 64 буквы, на много больше. А не только это вообще. Нет, ну я так сказала, относительно того, с чего мы начали. Ну да. Ну так же. Потому что, когда кто-то что-то спитает, то за письмами, за что-то. Я говорю, что 64. Я так уж завжди, я тоже всегда говорю, что 64, то есть... А на справде там... Да, классических их 64. Вот так же, как Земля круглая, так же, как ещё много чего. Я всё сросла. А при детальном осмотре, вот, даже есть у Йодгая, вы знаете? Угу. А есть альтернатива Йодгая, называется Йодзелджэнь. И Йодзелджэнь, я попытался их собрать в некую одну таблицу, их там уже 200 с лишним штук появилось. Когда я посмотрел в текстах, а в текстах ещё встречаются. И одних только Йодзелджэнь, вот на данный момент, я насчитываю более 700. Там получается 780. И каждая, что по-иншому, имеет призначники с іншим. В смысле? Ну, цих букв. Ну да. И каждая имеет свою функцию. Конечно, конечно. А больше того, есть ещё, допустим, у каждой буквицы есть её какая-то группировка буквиц ещё. К примеру, одна из популярных, которую очень любит Митроврата Трислав, это анаты. А анаты бывают анаты яроноваты, анаты гороноваты, анаты короноваты, анаты вериноваты. И ещё там этих анатов только не буквиц, а группировок около сорока. То есть группировка – это так, где сформованы киспена килькись букв, так? Да. А в тех же самых анатах короноватых, там их тоже 20 с лишним знаков. То есть получается 40 умножаем в среднем на 20. Ну, на 30 пусть будет. Потому что в некоторых там их тоже по несколько сотен. А в некоторых всего лишь несколько. В среднем… Нет, даже 20 на 50 умножаем. И это у нас только анаты. А есть ещё куча разновидностей. И ещё есть титлические разновидности. Ещё есть аризованные, эссированные. Ой, каких их только нету. Ну, и ещё даже с тем же английским. Вы же знаете, что теоретически английский язык пишется латиницей, а практически ни капельки не латиницей, а транскрипциями. То есть вот такой поверхностный ответ, поверхностное некое такое вот знание, оно практически всегда оказывается, ну да, относительно достоверное. Ну, если люди, допустим, разбираться, то нам будут себе знаходить эти уточнения всякие. А в загаднем у людям ПДД такая информация, какие люди уже цикавливаются. Я же не говорю, что это плохо. Я сам как бы этим пользуюсь и не вижу смысла от этого отказываться. Просто на уровне общения это использовать можно, но на уровне разума нужно понимать, что всегда есть что-то большее, чем то, о чём говорится. И что карма — это не просто слово. Ну, да, да. И на Гипербореи дома тоже нормально под землей живут. Я буду теперь всех подряд дома разбирать по карме. Кто, что, чему, как и чему. Вот, хороший, хороший способ. Ну, особо у котов, мне мало осталось уже. Ну, можно и котов, можно и собак, можно и людей. Вот скажите, всё-таки, всё-таки лучше дома иметь такую трёхмасную кишку? Чи без разницы? Лучше иметь хорошую кошку и хорошего кота. Ну, как бы, да, если будет трёхцветная кошка и рыжий кот, это вообще просто будет счастье. У меня был рыжий кот и трёхцветная кошка, но ещё было две сёра, уже их немало. Мы на 21 минуту отклоняемся, поэтому нужно вернуться до... Так, очень давно пора. Редактор субтитров А.Сёмкин